Бывший чиновник интендантского управления, отставной коллежский секретарь Лохматов, сидел у себя за столом и, выпивая шестнадцатую рюмку, размышлял о братстве, равенстве и свободе. Вдруг из-за лампы выглянул на него черт. Но не пугайтесь, читательница. Вы же знаете, что такое черт. Это красивый молодой человек приятной наружности, с черной как сапоги рожей и с красными выразительными глазами. На голове у него, хотя он и не женат, есть рожки. Прическа а-ля капуль. Тело покрыто зеленой шерстью и немножко пахнет псиной. Внизу спины болтается хвост, оканчивающийся стрелкой. Вместо пальцев – когти, а вместо ног – лошадиные копыты. Лохматов, увидев черта, несколько смутился, но потом, вспомнив, что зеленые черти имеют глупое обыкновение являться ко всем вообще подвыпившим людям, быстро успокоился. «Да с кем я имею честь говорить?» – обратился он к непрошенному гостю. Нечисто и сконфузился и потупил глаза. «Да вы же не стесняйтесь», – продолжал Лохматов. «Идите сюда поближе. Я человек-то без предрассудков. И вы можете говорить со мной искренне, так сказать, по душам. Так кто же вы такой?» Черт нерешительно подошел к Лохматову и, подогнув под себя хвост, вежливо поклонился. «Я черт или дьявол», – отрекомендовался он, – «состою чиновником особых поручений, при особе его превосходительства, директора адской канцелярии господина Сатаны». «Слышал, слышал», – воскликнул Лохматов. «Очень приятно. Досадитесь же. Не хотите ли водки?» «Очень рад, очень. А чем вы занимаетесь?» Черт еще больше сконфузился. «Собственно говоря, занятий-то у меня нет определенных», – ответил он, в смущении кашля и сморкаясь в ребус. «Прежде действительно у нас было чем заняться. Мы искушали людей, совращали их с пути добра на стезю зла, так сказать. А теперь же это занятие антернусуади. И плевка же не стоит», – между нами будет сказано. «Пути добра уже нет. Не с чего совращать. И к тому же люди-то стали хитрее нас чертей. Ну, извольте-ка вы искусить человека-то, когда он в университете все науки кончил, огонь, воду и медные трубы прошел. Как я могу учить вас украсть рубль, ежели вы уж без моей помощи тысяч нахапали?» «Это так», – вздохнул Лохматов. «Но однако же ведь чем-то же вы занимаетесь. Ну, чем-нибудь». «Да», – кивнул черт. «Прежняя должность наша теперь может быть только поминальной. Но все-таки мы имеем работу. Искушаем классных дам. Подталкиваем юнцов стихи писать. Заставляем пьяных купцов бить зеркала. В политику уже или в литературу и в науку мы давно уже не вмешиваемся. Не рожна же мы в этом не смыслем. Хотя многие из нас сотрудничают в Ребусе. Есть даже такие, которые бросили ад. Поступили в люди. Эти отставные черти, поступившие которой в люди, женились на богатых купчихах и теперь отлично живут. Одни из них занимаются адвокатурой, другие издают газеты. Вообще очень дельные и уважаемые люди. «Извините за нескромный вопрос», – перебил Лохматов. «Какое содержание вы получаете?» «Положение у нас прежнее», – ответил черт. «Штат нисколько не изменился. По-прежнему квартира, освещение и отопление – все казенно. Жалования же нам не дают, потому что все мы считаемся сверхштатными и потому что черт-то ведь должность почетная. Вообще, откровенно говоря, плохо живется. Хоть по миру иди. Спасибо людям научили нас взятки брать, а то бы мы давно уже перекалели все. Вот только и живем доходами. Поставляешь грешникам провизию, ну и хапнешь. Сатана постарел. Ездил все на цуки смотреть, не до отчетности ему теперь». Лохматов налил черту рюмку водки. Тот выпил и разговорился. Рассказал он все тайны ада. Излил свою душу, поплакал. И так понравился Лохматову, что он оставил его у себя ночевать. Черт спал в печке и всю ночь бредил. А к утру он исчез. Субтитры сделал DimaTorzok.